В период пандемии особенно остров стал вопрос о заботе здоровья коллектива. В поликлинике номер один Ульяновского автомобильного завода прилагают максимум усилий для успешной вакцинации сотрудников. Подать заявку через кадровые службы и сделать прививку от COVID-19 могут все желающие заводчане. Первые у нас несколько человек пошли, я маленько тут воздержался. А потом дети подействовали. Осмотр в 18 кабинете прошел. Все очень организовано хорошо. Зря ничего не скажу. По радио слышали, телевизор смотрим. Очень удобно, что никуда не надо ездить, нигде не надо записываться, ни через МФЦ. Пришли, отправили заявку специалисту по персоналу. Буквально через два дня нас вызвали. Вот пришли. Сегодня на заводе прививают по 50 человек в день. Процесс вакцинирования имеет уже привычную схему. Занимает он всего 5-10 минут. Проблем с нехваткой препарата не возникает. Как сообщил главный врач поликлиники, побочных эффектов у пациентов выявлено не было. Чем больше мы заводчан привьем, тем меньше вероятность того, что будут больничные листы, даже с той же вирусной инфекцией, тем более из коронавирусной инфекции. Поэтому это все для работодателя очень важно. И руководство автозавода, я еще раз говорю, они понимают эту задачу, они понимают наши цели оздоровить население. В прошлом году на проведение комплекса противоэпидемических мероприятий на ОАЗе было выделено более 36 миллионов рублей. Это одна треть всех затрат, направляемых на повышение условий труда. Сейчас на заводе активно соблюдается масочный режим на проходной. Установлена система дистанционного контроля температуры. Руководством были созданы все меры безопасности в столовой и на бригадных зонах. Закуплены все необходимые средства индивидуальной защиты. На базе поликлиники предприятия провели более 2000 ПЦР-тестов и взяли более 600 проб на антитела. Более того, Ульяновский автозавод заключил сегодня договор с лечебными учреждениями на проведение тестов на антитела. Это на тот случай, если у людей возникают сомнения, переболели ли они, и тем самым позволит им быстрее пройти вакцинацию. В планах привить треть всего коллектива УАЗ. Это порядка полутора тысяч человек. После реализации задуманного можно будет с уверенностью говорить о коллективном иммунитете. По результату уже проделанной работы можно с уверенностью сказать, что меры противоэпидемической защиты на заводе соблюдаются в полном объеме. Алина Тихонова, Владимир Куликов, Уллправда ТВ.